И вот буквально этой весной у меня на работе проходил тренинг, как раз таки направленный на повышение именно качеств руководителя, что руководитель, в отличие от подчинённого, он должен уметь сохранять спокойствие. И нас учили тому, как это делать, как уметь в любой трудной ситуации, когда к вам обращаются с негативом, как противостоять этому негативу. И одно из упражнений было, и вообще объяснение, почему именно так и как вообще рождаются эмоции, как проявляется именно плохое поведение человека, приводилось объяснение, что эмоция возникает в теле. То есть если у нас тело на ту или иную плохую реакцию в наш адрес, на то или иное зло, проявленное в наш адрес, начинает, допустим, мы начинаем хмурить брови, мы начинаем опускать плечи или, наоборот, поднимать или зажиматься, то тело получает, точнее мозг получает через тело команду проявить ту или иную эмоцию. И основная мысль тренинга была в том, чтобы мы научились управлять в первую очередь телом. Если человек научится управлять телом, то, по сути, это поможет ему не запустить отрицательные эмоции. Потому что многие сегодня говорят, да, в принципе, даже любой человек, мне кажется, кто сталкивается, часто общается с большим кругом людей, работает, например, в таких общественных местах, каких-нибудь там школа, больница, да, очень много коммуникаций с другими людьми, да, мы знаем, что непросто люди могут сдержаться, когда им грубят. Вот не каждый может прям сразу же проявить такой благой нрав. И вот первое, чему нас учили, это проявлять спокойное присутствие. Я уже как-то на одном из созвонов рассказывала, не помню, по-моему, это было в созвоне Life Story. Насколько важно вот натренировать себя вот этому спокойному присутствию в теле. Вот если ваше тело будет всегда спокойным, ваш мозг, он не будет стремиться к проявлению эмоции какой-то. Только через тело, да, проявляется та или иная эмоция. И чтобы вот натренировать вот это спокойное присутствие, мы этому тренировались около двух недель. Мы каждый день фиксировали, да, сколько раз за день нам удалось сохранить то или иное состояние вот спокойного присутствия. И у нас прям был чек-лист, мы каждый день в нём отмечали, и участники, кто участники тренинга. У нас, кстати, тренинг до сих пор идёт, и мы вот в чек-листе отмечали, кому удалось сохранить спокойное присутствие, кому не удалось. Так вот, суть вот этого спокойного присутствия в том, чтобы на любую реакцию сохранять спокойное тело. Как пример, да, могу привести, когда, допустим, вы принимаете холодный душ. Оставаться абсолютно спокойным в этом состоянии. Не кричать, не орать. И это вот возможность тренировки, да. Попробуйте вот сегодня, да, у кого вот трудности с управлением себя, да, именно в теле, то вот эти упражнения. Я могу потом после созвона ещё скинуть пример, да, как тренировать вот это спокойное присутствие. И попробуйте замечать у своего окружения, есть ли в них вот это спокойное присутствие или нет. Потому что если у человека тело дребезжит, оно проявляется через какие-то там движения плечами. Это может проявляться там прикасаниями к голове, к лицу. У человека просто вот руки не стоят на месте. Вот это говорит о том, что у человека неспокойное состояние. У него внутри, может быть, он внешне вам хочет транслировать, что он верующий, что у него всё нормально. Но если вы видите, что человек постоянно жестикулирует, он то голову почешет, то к уху прикоснётся, то лицо трогает, то ещё что-то делает, это уже признаки того, что человек не может владеть 100% ситуацией. Он, у него нет спокойного присутствия в теле. Вот, кстати, в эфирах, вот сегодня Махир не включил камеру. Но вот за Махиром я часто наблюдала и тоже отмечала, когда у нас были задания по тому, как смотреть через экран. Если элементарно можете телевизор смотреть, если смотрите какой-то свой любимый фильм, вы можете посмотреть за героями фильмов, насколько они спокойно себя ведут, насколько в их теле есть дребезжание или нет. Вот если тело с дребезжанием, то, соответственно, в этом теле и эмоций много. Значит, этот человек, будь какая-нибудь маленькая ситуация, сейчас такая негативная, это сразу же выльется из него, потому что у него нет спокойствия в теле. Это вот касательно того, как оставаться спокойным и на плохое реагировать хорошо, чтобы не уходить в эмоции, а натренировать себя, ответить хорошим. И это возможно через первую очередь, вот с чего наш тренинг начинался, это через тренировку спокойствия в теле, потому что эмоция возникает в теле и дальше уже запускается вся цепная реакция. Касательно Махина хотел сказать. Вот как раз одна из участниц говорила, вот как Альфия спокойно сидит, ничего не двигается, а вы то туда, то сюда. Это признак как раз-таки спокойного присутствия в теле, когда человек никак не жестикулирует. Просто я начала это замечать после тренинга, когда у нас задание было замечать именно за окружением. Мы должны были еще и чекать, когда мы заметили у кого-то из ближайшего окружения, через телевизор, через экран, чтобы вот эта натренированность была и было понимание. То есть мозг уже автоматически понимает, с каким человеком вы говорите, и как с тем или иным человеком вам себя вести. Вот как раз-таки на вашем примере я хотела сказать, сколько вы включали камеру, я наблюдала за вашим состоянием, я видела, что в вашем теле действительно есть вот это спокойное присутствие и есть понимание, что реакция на негативную ситуацию будет, скорее всего, с вашей стороны положительная. Вы сможете ответить хорошим, нежели плохим. Как пример, очень часто еще... можно использовать такой прием, как внутренний диалог или внутренний перевод. Вот так называется этот способ. Допустим, вы приходите в поликлинику или в магазин, проходитесь грязной обувью, где только помыли полы в этом коридоре. И тут уборщица устала за целый день, и она начинает на вас кричать. Какого вот вы слоны там или что-нибудь такое в этом роде. Я думаю, кто-то в своей жизни все равно когда-то слышал такое. И очень часто люди пытаются сразу же ответить чем-то негативным или одернуть ее и сказать, можете повежливее обращаться. И вот в этот момент вот у нас в тренинге тоже было такое упражнение, как если вдруг в наш адрес идет какой-то негатив, то наша задача... Если она сказала вот в таком ужасном тоне, сказала это с какими-то плохими словами, наша задача перевести ее речь внутри про себя, проговорить. Она говорит, допустим, да, она вот сначала такой бранной речью сказала вам, вы это услышали, но вы сразу не отвечаете. У вас сразу должно включиться в голове вот это упражнение, да, внутренний перевод. Вы начинаете переводить. Она говорит, молодой человек там, да, или девушка, я вот только что помыла полы, устала за целый день, а вы вот прошли, и вот мой труд обесценили, да, можно сказать, мне повторно это надо мыть. И мы как бы принимаем позицию во второй стороны, да, и можем уже просто переведя вот это, да, на самом деле это кажется вот ерундой. Но как интересно реагирует, оказывается, мозг. Когда мы проговариваем вот эти внутри про себя вот эти слова второй стороны уже другим переводом, хорошим, как хотелось бы нам, чтобы к нам обратились, а не так, как это, допустим, обратилась та или иная уборщица, да, то тогда у нас не возникает негатива. Мы даже, несмотря на то, что мы это услышали плохое, мы-то ведь внутри перевели это по-хорошему, на хороший язык, да, и мы понимаем, что она не хотела ничего такого ужасного сказать. Мы как бы говорим, и, соответственно, уже дальше не получается, даже если человек хочет ответить чем-то плохим, у него не получится, потому что негатива не возникнет внутри. И вот таким образом, соответственно, эти упражнения надо практиковать, если вы не можете реагировать на плохое, на плохое, потому что, на самом деле, вот так вот просто прочитать сейчас и сказать, отвечайте с завтрашнего дня на все зло, что в вашу сторону идет, только хорошим, это просто вот сказать, на самом деле, а сделать это не каждый сможет, потому что все привычки, которые у нас заложены уже, они все, это уже, как мы знаем из книги про мозг, это все уже нейронная сеть, у нас определенная под это выстроена. Мы не сможем в той или иной ситуации резко взять и перестроиться и сказать, все, с этого дня я теперь ангел, буду говорить только благую речь и не буду злиться там, или отвечать чем-то плохим. Вот предлагаю вот такими приемами воспользоваться и в первую очередь поработайте с телом. Если за собой замечаете, вот попробуйте сегодня до конца дня посмотреть, когда вы с кем-то разговариваете, как в себе позамечать, прикасаетесь ли вы к лицу, к голове, чешется, многие чешут голову, а те, кто без платка, они свои волосы без конца гладят. Вот это настолько вот заметно, и я это стал замечать еще по психологам, по психологам, которые вроде бы призваны для того, чтобы успокоить кого-то и донести, как надо вести себя в той или иной трудной ситуации. И я понимаю, что психологам самим точно так же нужна помощь, как и их пациентам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok